Ну, разрешите, во-первых, поблагодарить за возможность рассказать о новых рекомендациях, которые выпущены в начале этого года, и несколько вопросов к аудитории. Ну, хотелось бы спросить, кто, с кем я разговариваю, сколько у нас морфологов и сколько клиницистов. И варианты ответа. Один клиницист и два морфолог. Наверное, немного морфологов. У нас здесь дело в том, что есть возможность голосования. Олег Сергеевич, если у нас запустят сейчас голосование, большая просьба, коллеги, кто видит нас на своих экранах, и так понимаю, что нужно пройти моби-вот, я правильно поняла, в данный момент, независимо от подключения. То есть, большая просьба, возьмите ваши умные телефоны, смартфоны и введите в любой поисковик моби.вот. Я делаю это вместе с вами. Это очень важно, чтобы проанализировать аудиторию, которая сегодня присутствует здесь. Значит, когда вы введете, вот у нас уже это здорово. Значит, код еще раз какой я оказала самая медленная. Всех пятьдесят один, пятьдесят шесть, двенадцать. Один клиницист, два морфолог. Так. Нет, я думаю, что... Так, сейчас. Я думаю, что нам надо включать, чтобы мы не видели, как идет голосование. Оно должно... Да, если можно, просто его включать уже по факту голосования. Ну, чудесно. Я вижу, что больше двадцати процентов, то есть каждое пятое у нас морфолог. Очень приятно. Вот. Второй вопрос. Какая оценка принята, рецепторного статуса принята в вашем стационаре? Age score. Варианты ответа. Age score один, два all red, три процент позитивных клеток и четыре all red плюс процент позитивных клеток. Какие варианты ответов у вас приняты в стационаре? Что вам выдают морфологи? Голосование идет, да? Угу. Отлично. Мы, наверное, несколько секунд будем давать на голосование. Почему такой вопрос? Да, потому что основная суть изменений или фокус изменений сконцентрирован на оценке рецепторного статуса и конкретных рецепторов эстрогенов в категориях 1 и от 1 до 10 процентов. Остальные категории не затронуты. О каких значениях идет речь? То есть то, что выделено красным. Сумма 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3, 2 плюс 1, 2 плюс 2 и 2 плюс 3. Об этой когорте пациентов идет речь в новых рекомендациях. Отдельно бы я хотела подчеркнула, что среди соавторов рекомендаций присутствует Чарльз Перу. Это владелец или автор методики онкотайп-ДХ молекулярного профилирования. И будет вопрос в рекомендациях, также связанный с этим методом исследования. Первые рекомендации по определению уровня рецепторов эстрогенов и прогестеронов были выпущены КАП в 2010 году. И в основном они касались улучшения аналитической составляющей тестирования. Там был очень большой раздел, посвященный фиксации, при аналитике и дальше названием антител, клонов и процедуре самого тестирования. И случаи со слабым или низким окрашением эстрогенов или прогестерона сейчас уже в 2020 году по истечении 10 лет рутинного тестирования этих рецепторов в практике по всему миру всегда отмечаются как особые, так как имеют проблемы с воспроизводимостью результатов из-за различных факторов. Воспроизводимость низкая или близкая к пороговому. Существует особая чувствительность к преаналитическому этапу, например, к времени, холодовой ишемии, типу фиксации и времени фиксации, к аналитическим факторам, например, используемым антителам и методологии определения экспрессии, и гетерогенности экспрессии, и также отсутствие стандартизированного контроля за низкими экспрессиями рецепторов эстрогенов. И, в общем-то, эти вопросы легли в основу первого клинического постулата о том, что нужен оптимальный контроль качества, проб подготовки и системы оценки. Что в дополнение? В клиническом вопросе 2 данного обновления основное внимание уделяется стратегиям обеспечения оптимальной производительности интерпретации заключения во всех случаях, а также предоставляются новые рекомендации по интерпретации заключениям по случаям со слабой или менее 10% экспрессии эстрогенов. С учетом последних достижений в области альтернативной стратегии тестирования в обновленном руководстве также рассматривается вопрос о том, готовы ли развивающиеся методы геномного молекулярного анализа и анализа изображений к использованию в рамках стандартного тестирования эстрогенов и прогестеронов. И данные рекомендации относятся к инвазивному раку молочной железы. Но тем не менее предлагаются также рекомендации по тестированию рецепторов гормонов при протоковой карциномии ин-ситу. Итак, мы все знаем, что имеются однозначные свидетельства того, что пациенты с раком молочной железы без экспрессии эстрогенов не получают пользу от эндокринового лечения. Проблема заключается в том, что необходимо определить пороговые значения, которые определяют экспрессию эстрогенов для стратификации групп пациентов, которые могут получить значимую клиническую пользу от эндокринной терапии и от тех, которые не получат этой пользы. Большая часть данных обновлений связана с повторным изучением данных по оптимальному положительному порогу эстрогенов и системам оценки для определения потенциальной пользы от эндокринной терапии. В настоящее время имеются ограниченные новые данные относительно определения пороговых значений, поскольку большинство рандомизированных исследований, посвященных этой теме, проводились еще в 90-е годы прошлого века, то есть 30 лет назад. Спустя 30 лет мы все еще пересматриваем и оптимизируем те данные, которые были получены тогда, в начале 90-х. И я хочу тут подчеркнуть о том, что это реально исторический обзор изменений, которые у нас сейчас мы будем пытаться внедрять в практику. На чем эти изменения были основаны? Было прослежено более 50 тысяч женщин с опухолью, содержащей менее 10 фемтомоль эстрогенов на миллиграмм, где не было получено доказательств пользы тамоксифена. Однако у пациенток с раком с низким уровнем эстрогенов от 10 до 20 фемтомоль, это биохимический, еще раз повторю, определяемый уровень эстрогенов, вероятность рецидива снизилась примерно на 1 третий при добавлении тамоксифена на 5 лет. Речь не шла об иммуногистохимической процедуре определения эстрогенов в 90-е годы. Следует отметить, что хотя польза несколько возросла в группах с более высокими уровнями эстрогенов, примерно 200 фемтомоль на миллиграмм, было лишь небольшое улучшение, чем на слабых уровнях. И поэтому в большинстве случаев порог 10 фемтомоль был наилучшим образом соответствовал, хотя и не вполне, порогу более 1% клеток с ядерным окрашиванием при иммуногистохимическом исследовании. Именно оттуда, с тех исследований в 90-е годы, которые были проведены, и взялась эта цифра 1% положительно окрашенных эстрогеном опухолевых клеток. В 2011 году, то есть через 20 лет после тех рандомизированных исследований, был опубликован большой метаанализ 20 проведенных клинических испытаний с более чем 200 тысячами женщин, получавшими наблюдение в течение 5 лет тамоксифен. Было показано, что терапия тамоксифеном в течение 5 лет была эффективной при назначении этого препарата, у которых эстроген и прогестерон были исследованы биохимическим способом. И теперь нам нужно перейти от биохимического способа к нашему иммуногистохимическому. И именно потому что экспертная группа признает данные тех предыдущих исследований, которые позволяют предположить, что карциномы с низкой экспрессией могут быть биологически отличными, от карцином с высокой экспрессией эстрогенов, и что порог 1% возможно не совсем правильный, и он не может равномерно предсказать различия в прогнозе и пользу от назначения химиотерапии, и определить конкретный молекулярный подтип. Потому что в тех ранних исследованиях низкий статус экспрессии эстрогенов не был валютирован для целей разделения, получения пользы или нет от терапии тамоксифеном. Таким образом, сейчас наша задача новых рекомендаций в том, чтобы выделить зону, так называемую серую зону, когда экспрессия есть, но она небольшая. Речь идет о группе доли окрашенных клеток от 1 до 10%. Итак, вторая рекомендация. Этого не было никогда раньше. Необходимость создания так называемого чек-листа внутреннего контроля качества. То есть первым шагом мы обозначаем адекватность образца для тестирования. Если недостаточная опухоль или выраженные артефакты, не нужно браться за тестирование иммуногистохимическое. Нужно отметить внешний и внутренний контроль, которые должны присутствовать и должны быть окрашены правильно. И необходимо документировать преаналитическую вариабельность, то есть тип фиксатора, время фиксации, либо отмечать, что эта информация недоступна. Шаг 2. Непосредственная оценка интенсивности и доли окрашенных клеток. Все хорошо, если их много, более 10% с умеренной или высокой интенсивностью. Мы проверяем конкордантность. Результаты в тестировании с гистологическим типом опухоли этого требования тоже раньше не было. И говорим, что статус эстрогенов позитивный. Если у нас окрашены менее 10% опухолевых клеток, мы должны проверить стандартные рабочие процедуры и прокоррелировать с гистологическим типом опухоли. Что это значит? Это повторный пересмотр контроля, пересмотр вторым патологам для подтверждения интерпретации, сравнение с предыдущими результатами данного пациента, ретестирование при обнаружении погрешности в аналитическом этапе и повтор теста на другом блоке при отсутствии внутреннего позитивного контроля. Если мы эти процедуры все провели и выяснили, что по-прежнему более 1% окрашенных клеток, получаем статус позитивный с разделением от 1 до 10. И это выделяется группа, отдельная группа, называется низкоэкспресс рецепторов эстрогена, с дополнительным комментарием о состоянии внешних и внутренних контролей. Либо после перепроверок у нас более 10% окрашенных клеток, статус эстрогенов выставляется как позитивный и в общем все. Ну и естественно, если менее 1% окрашенных клеток, то статус рецепторов эстрогенов получается негативный. Что нового? Это вот о конкордантности. Итак, мы должны, имея гистологический диагноз, мы должны приблизительно предполагать, какой статус рецепторов эстрогенов может быть. И, например, если в заключении гистологическом фигурирует инвазивная карцинома низкой степени злокачественности и при этом отрицательный статус эстрогенов, что-то не так. Либо статус эстрогенов неправильно оценен, либо неправильно оценена степень гистологической злокачественности. То есть такого не бывает. Либо инвазивная дольковая карцинома классического типа. Также всегда эстроген позитивный. Чистый тип экреброзный, тубулярный или эмоционозный карцином. Также всегда эстроген позитивный. Если вот в этом, при таких заключениях, имеется негативный или отрицательный статус рецепторов эстрогенов, это повод задуматься или повод вернуть, да, клиницистов, вернуть подобное заключение для обсуждения. Потому что это несоответствие. То же самое касается неожиданного эстроген позитивного статуса при метапластической карциноме любого типа. При аденокистозной карциноме, секреторном раке, карциноме с апокриновой дифференцировкой. Эти виды карцином обычно негативные. У них отрицательный эстрогеновый статус. Но, тем не менее, все бывает. Поэтому, если одно заключение противоречит другому, это обращение и к клиницисту, и к морфологу, необходимо соотносить конкордантность. По случаю третьему. Возможно ли другие типы тестов, которые смогут стратифицировать или разделить пациентов на этапе, скажем так, скрининга. Получат они пользу от эндокринной терапии или нет. И здесь тоже небольшой обзор исследования B14, которые смотрели, они смотрели пользу от назначения тамоксифена против отказа от эндокринной терапии. Впоследствии эти группы были перетестированы с помощью онкотайп-дэкс. И было показано, что, если показатель эстрогенов был положительным, при биохимическом, опять повторю, анализе, выявлялась более высокая экспрессия гена ESR1 при исследовании онкотайпа, что являлось самым сильным линейным предиктором преимущества тамоксифена. Однако специфические пороги экспрессии MRNK для эстрогенов для предсказания потенциального преимущества от эндокринной терапии как скринингового теста в этом исследовании не проводилось. Почему? Потому что в B14 не брали биохимически отрицательные карциномы без эстрогенного статуса. Поэтому в то время как новые методы тестирования могут предложить некоторые преимущества по сравнению с методиками иммуногистохимического исследования, данные об их способности предсказать пользу для эндокринной терапии как первоначального скринингового теста ограничены. В дополнение надо сказать, что эти как биохимические, так и молекулярно-генетические тесты основаны на неморфологическом методе исследования. И они допускают контоминацию опухолевых и неопухолевых, а также неэпителиальных клеток в образце, что может способствовать искажению результатов испытаний и повлиять на случаи как раз-таки близких к пороговому значению. Поэтому для тестирования, для определения предсказания ответа на эндокринную терапию рекомендуется стандартный иммуногистохимический тест. И клинический вопрос номер 4. Необходимо ли в рутине исследовать рецепторный статус протоковой карциномии инситу? Да, тестирование эстрогенов необходимо протоковой карциномии инситу. Основана эта рекомендация на исследовании B24, когда исследовали тамоксифен против плацебо после органосохранной операции с лучевой терапией. Эти данные показали значительное снижение риска последующего развития рака молочной железы в группе пациентов, которая была ограничена карциномой инситу с позитивным эстрогеновым статусом в течение 10 лет после последующего наблюдения. Поэтому эстроген, позитивные карциномы инситу, мы как патологи должны вам сказать, а вы должны с нас попросить, если мы, так сказать, мотивируя компонентам инситу, не рассказали, что же в нем. Вот. В общем-то, пожалуй, все. И такая небольшая, так сказать, дополнительный комментарий, который АСККП рекомендует внедрять в заключение в случаях низкой экспрессии эстрогенов от 1 до 10, то есть это доля окрашенных клеток 1 и 2. В образце обухоли иммуногистохимически обнаружен низкий уровень экспрессии эстрогенов. Существуют ограниченные данные относительно пользы от назначения эндокринной терапии у пациенток с низким уровнем экспрессии. Но в настоящее время такие пациентки считаются подлежат эндокринной терапии. Также существуют данные, что инвазивные карциномы с низким уровнем экспрессии эстрогенов гетерогены как в клиническом поведении, так и в отношении биологии и часто имеют гетерогенный профиль эскпрессии енов, более схожи с профилем эстроген-негативных карцином. Поэтому это всегда решение, которое зависит от разговора клинициста и пациента. Наша задача помогать выделить эту специальную группу с низкой экспрессией и правильно ее проконтролировать. Чтобы наш ответ полностью соответствовал и был воспроизводимым. Для этого в рекомендациях существует огромный раздел, посвященный внутреннему и внешнему контролю и адекватности этих вещей. Спасибо за внимание.